А здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! NF Марш, Та Старая Ферма, продолжаем карьеру. И опять я вас обманул в прошлой серии, сказав, что мы встретимся весной. В ноябре, в общем-то, есть нам чем заняться. Давайте время, наверное, вообще остановим нахрен, потому что дел много и уже темнеет. Итак, что мы, друзья, имеем? Во-первых, у нас созрел наш Силос, и тут его лежит около 6,5 миллионов. На самом деле здесь вот сверху написано 6200, но он утрамбованный, по факту там чуть-чуть больше. Это, в общем-то, раз. Далее, для трамбовки Силоса была приобретена вот такая вот хреновина. Именно для трамбовки, вот мне лично показалось, что она немножко побыстрее. Это все дело трамбует, укатывает его. Если что, это вот такая вот дефолтная штука. Вот, прессование бункера, самая последняя. Она именно прям и мощность требует какую-то. Что-то там, короче, работает и более-менее катает. Это два. Заводы обслужить это тоже, друзья, понятно. Также по поводу Силоса, что у нас вообще осталось. Давайте-ка пробежимся на наш склад тюков сначала. Посмотрим, что у нас здесь лежит. У нас здесь лежит 500 кубов клевера. У нас здесь лежит 300 кубов травы. И люцерну я сюда почему-то не отвез, а собирался. Люцерна еще 3 миллиона у нас лежит здесь. Соответственно, делаем небольшой запас для нашего компостера. Все остальное в яму. Получается, еще где-то полтора миллиона сечки мы туда выкинем. Два с половиной миллиона люцерны. Ну и клевера. Почти полтора миллиона. Короче, еще одну яму мы забьем и в декабре ее откроем. Сделаем это в ноябре, именно вот сейчас. И потом, видимо, такими большими объемами мы уже его заготавливать не будем. Потому что покосы будут раз в три месяца. Сечка вообще один раз в год всего идет. В общем-то, в следующий сезон посмотрим, как мы будем с этим справляться. Я надеюсь, что там не будет это столько времени у нас занимать. Но да ладно. В общем-то, что нам надо сегодня сделать обязательно? Нам надо весь этот силы перегрузить на элеватор. Ну вот сюда. И, соответственно, отсюда все дело забрать. Закинуть опять в яму. Но это, друзья, попозже я сделаю, наверное, за кадром. Также, друзья, есть интересная история с нашими коровками. Я вообще далеко не полностью забил этот самый наш коровник. Короче, еды им хватает всего на сутки. Соломы им хватает всего на сутки, если полностью это все дело забить. Еда, кстати, закончилась. Также за эти сутки они насрали на 400 кубов, потому что я его отсюда уже вывозил. Короче, это подкрученные коровы, которые много жрут, много срут и дают очень много молока. Молока 332 куба у нас здесь лежит. Почти забито это все дело. И я пригнал сюда две фуры, потому что уже все забилось. 100 кубов у нас еще здесь лежит. И я, друзья, думаю, что с этим молоком надо что-то делать. И первое, конечно же, вообще мне не нравится то, что у них еды нет. Поэтому давайте их, наверное, покормим. Хотя сейчас время остановлено, ничего страшного не будет. У нас вот эта штука умеет возить моносмесь. Поэтому отправим ее. Сначала один раз пускай съездит. Потом уже будем смотреть по всему остальному. Моносмесь, напомню, мы покупаем. Так что, друг, давай съезди разочек, отвези им поесть. Вроде как эти фуры здесь мешать ему не должны. Короче, я не представляю, что будет, если эти демоны расплодятся. Да, я где-то читал, что они подкручены. Типа вот на этой карте именно вот эта порода. Но я не думал, что настолько. Но это ладно. В общем-то, с молоком надо что-то делать. И молоко, друзья, у нас используется вроде как в двух местах. Даже в трех, наверное. Еще на сыроварне. Я про нее совсем забыл. В общем-то, в лаборатории у нас еще используется. Миллион двести зараза стоит. И, конечно же, есть молочный завод, который делает, я так понимаю, тут сметана, йогурт и всякая вот такая вот хреновина. Все три эти предприятия будут стоить нам три с половиной миллиона денег. Давайте, друзья, начнем мы с установки лаборатории. Посмотрим на ее производительность. Она у нас будет делать силосную добавку. Силосная добавка штука супер дорогая. Поэтому, наверное, имеет смысл. И, может быть, еще и молочный завод тогда поставим. Или сыроварню. Сыроварня, в принципе, тоже тема. У нас ингредиенты есть. Как бы поддоны, картон, ящики. Это мы все делаем. Но сейчас нас интересует, в первую очередь, лаборатория. Лаборатория у нас ставится на сахарном заводе. Вот тут-то вот специально выделенное место под нее. Что-то как ни кручу, все равно неудобно ее ставить. Минимальный терраформинг тут, видимо, все равно будет. Надо ставить просто по углу вдоль заборов. Какой бы масштаб ни был, все равно не очень удобно такие большие штуки ставить. И фиг его знает, вот слева забор, он там нормально или ненормально. Вроде бы вот так вот норм. Давайте ставить. И сразу же сбегаем, посмотрим, нормально ли здесь все стало. Не очень. Бочка получилась в заборе. Ничего страшного. С другой стороны здесь место. Но так получилось. Ладно, ничего страшного, действительно. Итак, с лабораторией управления производством. Умеет производить дрожжи. Они нам потом тоже в будущем понадобятся. Делаются они у нас из патоки. Патоку мы производим на сахарном заводе. Кстати говоря, наш сахарный завод, давайте посмотрим, что он нам успел сделать-то за один день. Сахара 70 кубов, патоки. Нормально, кстати. Можно будет вырастить сорга и запустить линию для патоки. Я думаю, имеет смысл. Так вот, лаборатория делает из патоки дрожжи. Ну, плюс вода, картон, поддоны. Это все понятно. Также из этой самой патоки делается силостная добавка. Делается довольно медленно. Всего лишь 500 единиц в час. То есть 12 кубов в сутки она будет производиться у нас в месяц. Маловато. Ну и также из молока. Полтора куба в молока в час она будет смело переваривать. Ну и нужны поддоны. Патоку, наверное, может быть даже будем просто руками отсюда таскать. С другой стороны, можно будет на склад забирать патоку вместе с сахаром отсюда, который на поддонах будет появляться. И потом контейнером сюда привозить. Насколько я понимаю, здесь у нас будет молочко выгружаться. Здесь прием поддонов. Здесь, а, получение товара жидкости. У нас здесь будет выгружаться, видимо, и молоко, и вода. Там же нужна вода? Да, вода нужна. Так вот, две точки получаются приема. А где будет появляться продукция? Видимо, вот здесь. На этом триггере будет как раз таки появляться продукция. Давайте тогда автодрайв сюда запишем. Точнее, не запишем, а допишем. Я, друзья, извиняюсь, что немножечко темно сегодня у нас. Что только-только созрел силос, надо остановить время, чтобы этот самый силос выгрузить и загрузить новую порцию. Поэтому сегодня у нас такая, знаете, вечерняя романтическая обстановка. Закат и все дела. 90 тысяч было потрачено на корм для наших коров. Его очень много придется возить. Я не знаю, нахрена я так много коров купил. Нужны ли они нам? Итак, включаем редактирование маршрутов и смотрим. Сахар, загрузка, сточевод. Я думаю, даже с этой линии можно и запустить одну линию, где будет выгрузка жидкости и выгрузка поддонов. Почему бы, собственно, и нет. Давайте вот отсюда тогда этот самый курс и запишем. Вот это сразу соединяем. Пускай у нас здесь будет лаборатория, просто лаб, наверное. Лаборатория выгрузка жидкость. Вот так вот. Здесь тогда сделаем лаборатория выгрузка поддона. И это дело у нас приходит обратно вот сюда. И в теории все должно работать. Возможно, имеет смысл еще сделать здесь. Давайте сделаем, почему нет. Вот отсюда начнем запись тогда. Для загрузки поддонов, получается, вот отсюда. Вот так вот, небольшое перекрестие, это, конечно, не очень хорошо, но что поделать. Посмотрим потом, где будет появляться. Если что, точку пододвинем. На мельнице, кстати, так и получилось. Я точку сделал здесь. Поддоны появлялись сзади здесь. Точку потом передвинули назад, и оно прекрасно там все работает. Давайте лаборатория, загрузка продукции. Силостная добавка здесь вроде как тоже идет на поддонах. Но, скорее всего, мы сможем возить эти поддоны на склад, а со склада забирать уже жидкостями. Это все дело и возить на продажу, или по каким-либо нуждам, если нам вдруг понадобится. Вроде как все сделали довольно-таки быстро, что меня, в принципе, радует. Единственное, наверное, вот эти вот точки имеют смысл в сахарный завод. Запихнуть в папку, пускай они будут в сахарном заводе. Вот, и вроде как все. Ты можешь ехать парковаться. Пока что ты свободен. Так, корм нашим коровкам выгружается. Кстати, у них же здесь 600 кубов вместимость. Можно тебе второй раз сразу отправить. Оно сейчас все сразу сюда влезет. Давай еть. Такс, а вы, товарищи, тогда давайте съездите. Просто разгрузитесь на сахарный завод, лаборатория выгрузка жидкость. И ты, друг, как ни странно, тоже просто съезди разгрузись на сахарный завод, лаборатория выгрузка жидкость. Давай, погнал. Сейчас заодно посмотрим, чтобы это все дело у нас сработало. Также здесь еще нужно будет электричество нам, насколько я понимаю. И поддоны. Давайте отправим... А, сколько там влезает поддонов? И сколько, кстати, там влезает молока там? И вода еще нужна будет, да. Молока 400 кубов влезает. Мы сейчас 100 привезем. Дальше будем смотреть уже по обстоятельствам. Поддонов 50 кубов всего влезает. Сейчас 50 кубов тогда и привезем. Они у нас там точно есть. Пока что поддоны не проблема. Так, давай, друг, вот ты поедешь. Ставим тебе предел заполнения 50 тысяч. И едь тогда тоже на сахарный завод. Так, прибыл парковка топлива. Все хорошо. Лаборатория выгрузка поддона. И вези одну порцию поддонов. 50 кубов как раз. Давай. Тут, друзья, есть еще площадка для ферментатора солода. Которую у нас здесь тоже придется поставить прямо на эту территорию. О-о-о-о. А что это ты прямо вот так вот... Не так заехал, а, друг? Врезался в этот самый коллектор. Да, слишком близко я к нему проехал здесь. Давайте чуть-чуть подальше тогда. Отодвигаем эти точки. Давай еще раз попробую проехать. Сделай кружок. Этот поедет, скорее всего, по старому маршруту. Или нет? Не, он уже едет по-новому. Хорошо. Здесь вроде как все должно быть у него тоже хорошо. Все, молоко здесь выгружается. Это прекрасно. Второе молоко у него тоже выгрузится. Это не проблема. Кстати говоря, загрузка молока у нас здесь точка работает. Я ее уже проверял. 12 кубов я продал молока. Именно для проверки точки. Навоза у нас теперь прям куча будет. Может быть, имеет смысл. Потом в будущем, если в таком у нас количестве это все будет, удобрять поля навозом. Жидким навозом. Почему бы, собственно, и нет. Так, ты кружочек сделал. Здесь тоже все разгружаешься. Все хорошо. Итак, что я еще хотел сделать. У нас сейчас очень хорошая цена выскочила на жидкие удобрения. И у нас их насобиралось уже 685 кубов. Я думал, что 600 кубов можно смело продавать. Там у нас даже 750 кубов есть. У нас на складе еще 65 лежит. Тогда да. 700 кубов мы смело продаем. И 800 тысяч с этого поры почти имеем. 770. Это хорошо. Также, также, также что-то там еще было. Картон еще был. Картона 500 кубов у нас есть. Солюлозной фабрики надо забрать. Его тоже имеет смысл продать. Еще 300 тысяч получить. Вот вам еще миллиончик. И тогда поставим завод. Силоса, друзья, у нас в этом году будет просто обосраться. Сколько сейчас его есть? 17 кубов. Но это включая силосную яму. Плюс еще. Ну, куба 3 мы точно соберем. Или на сколько там? 5 напланировал. Короче, больше 20 миллионов мы продадим. Это зимой. В прошлом году продавали, по-моему, 10 и заработали. Да что говорить. Сейчас цена не самая прекрасная. И за этот силос может 3 миллиона получим. Да, деньги будут. Это хорошо. Правда, нам и поля надо покупать. Поля стоят прям дорого. Или, друзья, мы не будем ставить сыроварню и молочную фабрику. Излишки молока будем просто тупо продавать. Это, кстати, тоже деньги. 200 тысяч получить с молока, которое сейчас есть. По-моему, вполне себе неплохо. Наверное, так и будем поступать. Молоко будем продавать. Деньги нужнее. В этом прохождении молочную фабрику и сырную сыроварню я вообще ставить не планировал. Так, поддоны у нас тоже выгружаются. Все прекрасно. Замечательно. Итак, тогда, что мы делаем? А где наш зеленый друг? А, паркуется. Все хорошо у него. Вон он едет. Я думал, он уже припарковался давно. Значит, смотри, что ты делаешь. Ты, друг мой дорогой, едешь на базу на склад жидкостей, забираешь оттуда. Ладно, сначала ты едешь продавать. На ЖД вокзал у нас оно продается сегодня. На точке продажи ЖД вокзал. И продаешь ты там жидкое удобрение. Едешь 7 раз. Это будет 350 кубов в итоге отвезено. Поэтому давай едь. Мздынь. Погнал. Ты, друг, едешь на склад жидкостей. И выгружаться едешь тоже на ЖД вокзал, как ни странно. Точки продажи ЖД вокзал. И тоже ведешь жидкое удобрение. И тоже 7 раз. Тебе вроде топлива должно на это все дело хватить. Давай едь, катайся. А ты, друг, ты съездишь на производство удобрений. Загрузка. Заберешь оттуда жидкие удобрения. И отвезешь их на склад жидкостей. И съездишь ты 5 раз. По 12500 он будет возить. Как раз это будет 62,5 куба. А лежит там, мы смотрели, 65. Ну, немножко останется. Все прекрасно. Давай тоже едь, катайся. Будут у нас сейчас денюжки. И это хорошо. Кто еще сегодня покататься у нас прям должен? Это, друзья, вот эта Вольво. Она у нас едет на целлюлозную фабрику. Цлюлозная фабрика загрузка продукции. Давай едь туда. Сначала починиться, но ничего страшного. Он у нас оттуда заберет картон. Оставшийся привезет его к нам на склад. Ну и этот самый картон. 500 кубов. Его тоже надо сейчас продать. Продается он у нас на хозмаге. 500 кубов. Это получается 7 поездок. 490 тысяч литров будет. Давайте 7 поездок, пускай боятся. Ты, значит, сделаешь 3 поездки. Нет, ладно. Ты сделаешь 4 поездки. Хотя с другой стороны там 10 кубов тоже можно будет забрать. Это не проблема. Съездить, отвезти неполный контейнер. Такс, ты едешь у нас тогда на хозмаг контейнер и возишь картон. Давай, друг. Ты поедешь первый, потому что ездишь медленнее. 4 раза погнал. И этого, который только что припарковался, то же самое ему говорим делать. Картон 4 раза. И на тот же самый хозмаг. Давай тоже погнал. Так, эти товарищи у нас приехали. И что они делали? А, они загружаются у нас здесь жидкими удобрениями. Все, хорошо. Я вот думаю, наверное, имеет смысл потратиться сейчас на поля. У нас будет 3,5 миллиона примерно. Прямо сейчас. Надо прицениться к полям. Ни хрена ж не хватит этого на поля у нас. Какие поля имеет смысл покупать вообще? Я, конечно, хочу большие какие-нибудь. Нам нужна пшеница, ячмень, хмель, проса и сорга, по сути дела. На 5 культур не помешает, да? 200 на 5 полей. Чуть что, кстати, пшеницу, ячмень мы можем в марте высадить. Соргу. Сорга и проса, это же одно и то же, нет? По-моему, это да, одно и то же. Два поля тогда не помешало. Или одно поле. Хрен знает. Но оно тоже высаживается в апреле. И хмель высаживается в апреле. То есть, чуть что, мы можем перенести покупку полей на март. Давайте тогда так и сделаем. Посмотрим, что у нас будет по деньгам происходить. Потому что зимой доходы еще будут, конечно. Опять-таки, силы столько. Льняная солома плюс еще там продастся. Так что да, так и сделаем. Так, целлюлозная фабрика. Я про нее совсем забыл. Мы же туда отправили нашу Вольву на загрузку. Она уже, наверное, туда приехала. Да, она приехала. Только что приехала, кстати. Итак, в первую очередь, конечно же, загружаем один из поддонов картона. Ага, дальше все остальное сколько влезет. Один из поддонов бумаги. Восемь поддонов туалетной бумаги. А, и все. Даже не полностью загруженный. Ну, давай, едь и разгружайся. Черт, я забыл. Я совсем забыл одному товарищу поставить. Вот тебе я забыл. 50 кубов же он все время всего грузит. Это дело надо убрать. Делаем сброс. Ничего страшного. То, что сейчас не хватило. У него последняя поездка на 10 кубов планировалась. Будет на 30. Не проблема. Так что все нормально. Все путем. Картон у нас продается. Ну, и денюжки у нас посыпались. Да, эти товарищи у нас не самые быстрые это все дело продают. Так, а Вольво я отправил не в ту точку. Там же ЖД вокзал прием жидкости и топливо называлось. Как их мне теперь найти? Где у нас ЖД вокзал? По-моему, около 9 поля где-то. Да. Они же должны выгружаться не сюда, а вот слева. Прием жидкости идет в автодрайве. Оно подписано как топливо. За картоном. 42 тысячи и 6 тысяч. Знаю, эко счет. Так, ЖД вокзал продажа топлива. Давай едь туда. Сделает круг, ничего страшного. И с тобой абсолютно та же история. ЖД вокзал продажа топлива. Все. Давайте тоже едьте, продавайте мои удобрения, приносите мне деньги. Ну и также, друзья, надо тогда начинать вывозить силос отсюда. Здесь немножко сички в прицепе лежит. Это потому что трактор укатывал и за пределы ямы. Она не накрылась. Я ее немножко подобрал здесь и стало теперь все хорошо. Я также для того, чтобы открыть бункер, купил вот такой вот погрузчик именно для Ландини. Съездил в Ландини. Переоборудовал для погрузчика. И теперь мы можем вот так вот его здесь цеплять. И можно проезжать и открывать ту самую силосную яму. Увы, если просто конвейер поставить, он выгребет то, что не накрыто. А остальное будет потом... Хрен знает, как даже открывать этот самый бункер. Ну вот такими вот простыми движениями. Просто подъехать и попытаться что-то загрузить. И он его открывает. Если вдруг кому интересно. Такая же история была и в 17-й, и в 15-й, и в 19-й фермах. Не починили это и не собираются, наверное. Так, с это делом мы выгружаем вот сюда. Здесь у нас не выгружается, потому что все упаковано плотненько. Ну ничего. Силос возить сейчас отправим вообще всех, кто может этим заниматься. Погрузчик оставляем здесь. Не знаю, имеет ли смысл отправлять Ландини наш по 18 кубов возить, но ладно. Итак, с 55 тысяч нам еще улетело за удобрение. Прилетело точнее. Так, друг, давай съезди сечку, разгрузи на элеватор. А мы берем нашу конвейерную ленту. Супер классную. Черт, вот кто там трактор поставил, как оленя? Проеду я здесь. Пожалуйста, проедь. Ну так впадло его перегонять, вы бы только знали. Давай с разбегу. Бам, давай, 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 хорошо. О, все нормально получилось. Ставим его вот сюда. Потом пододвинем, когда там к стеночке надо будет упереться. И запускаем его. И отправляем все наши грузовики кататься. Им это очень надолго. Итак, база. Силосная яма, загрузка, элеватор. И возишь пофиг что. Давай, погнал. Ты, друг. То же самое. Силосная яма, загрузка, элеватор. И возишь силос. Ты сначала чиниться, но ладно. И ты, друг. Сначала на силосную яму загрузка. Потом на элеватор. А, там кто-то проезжал, поэтому он стоит здесь, ждет. Тоже тебе дохренища попыток съездить. Давай, едь, вези. Наверное, фуражник наш тоже имеет смысл отправить. По 300 кубов, которые возят. Пускай сначала люцерну сюда отвезет. С ноября до... Ладно, пускай два раза. Люцерна свежая. На склад чуков выгрузка забираешь ее на элеваторе. Давай, едь, вези. Так, вольво прибыла, парковка фура. Это та, которая приехала, привезла. Картон весь на склад, на основной. Тут у нас очередь. Слушайте, у нас тут гигантские очереди. Вот это едет парковаться и может сейчас встретить в неприятности. Я последние дни на работе, вот сколько играю, постоянно палю статистику, сколько вот пройденное расстояние. И за день у меня просто на перевозках по тысячу километров они наезжают. Ну, в сумме автодрайв. Интересно, сколько будет вот за эти все перевозки. Да уж, в очереди, ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Здесь, увы, одна линия. Те, кто на погрузку силоса, не могут объехать. Ну, как бы, ну и ладно, подождем, не проблема. И опять миллиард единиц техники работает. Этот выгрузится быстро. А че он не выгружается? Он куда-то не туда выгрузился? Дядя, а че у тебя выгружаться-то не получается? Мало места для разгрузки. Он как будто вот этот прицеп сзади веет. Ладно, сделай кружок. А ты куда поехал? Меня сейчас интересует, чтобы вот эту штуку я правильно поставил, чтобы она работала. Так, ну у этих, разумеется, тут все пошло не по плану. Сейчас он вроде тоже кружок сделает и сможет там заехать. Куда он жидкие удобрения выгрузил, непонятно. Что у нас там по техобслуживанию? 47 кубов. Можно, в принципе, отправить. Товарищи будут покататься. Я, друзья, с техобслуживания одну линию повыключал. Каждую, потому что у нас его накопилось больше, чем нужно. Сейчас там небольшая просадка произойдет. Потом опять ее запустим. Сейчас его производится меньше, чем надо. Так, ну что ты не загружаешься? Алло, далековато поставил. Ладно, делай круг тогда. Так, все, этот товарищ пошел загружаться. Соответственно, они все здесь будут загружаться. Это прекрасно. Ну и, в общем-то, у меня, опять-таки, дохренища работы впереди. Все, ты разгрузился. У тебя все нормально. Хорошо. А дохренища, друзья, перевозок. Так, понятное дело, что сейчас я заканчиваю то, что здесь запланировал. Плюс забиваю вот эту яму обратно. Плюс обслужить все производства. И плюс, друзья, пообслуживать все производства еще всю зиму. Может быть, там когда-нибудь стрим, конечно, какой-нибудь и будет. А что случилось? Не, он из-под себя забирал. Немножко наклонился и отклонился от курса. Я понял. Все, пускай эта штука работает. Тут у нас все в автоматическом режиме. Почти у всех работа есть. Вот эти вот, видите, пропускают, стоят, ждут. Даже не выезжают, не суются сюда. Так что все разрулено, все хорошо. И вот сейчас они трогаются. И пускай едут. Друзья, мы тогда с вами встретимся уже с кучей денег в марте. И будем обзаводиться новыми полями. И думать, что делать дальше. Просто сейчас тяжело прикину, сколько денег будет. И какие поля стоит брать. Но я, в общем-то, к марту об этом подумаю. И будет у нас продолжение пассивной тогда. Будет много работы на полях. На этом тогда у меня на сегодня все. Не сильно длинная серия получилась. Но я думаю, ничего страшного. Извините, товарищи спонсоры, что последнее время серии выходит редко. Во-первых, и очень много времени уходит на запись. И немножко есть напряги с свободным временем. Но когда-нибудь все будет нормально. Для тех, кто не хочет ждать следующую серию, друзья, на бусте уже, скорее всего, сезон записан до конца. Можете там посмотреть. И может быть там что-нибудь эксклюзивное уже появилось. Тем, кто меня там поддержит, ребята, вам огромнейшее спасибо за поддержку. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. Лайки, комментарии не забываем. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.